Иван Варченко сейчас с нами на связи, эксперт по вопросам безопасности. Иван, здравствуйте, рада вас приветствовать, как всегда, в нашем эфире. Добрый день, здравствуйте. Еще раз напомним нашим зрителям, недавно Нью-Йорк Таймс пообщались с украинским партизаном, который в том числе базировался в Мелитополе, Сварог. Так, по крайней мере, он сам себя назвал, такой никнейм себе придумал, наверное, исходя из своего мировоззрения. И я бы тут, знаете, начал бы немножко с другой стороны. Сварог в интервью представителю Нью-Йорк Таймс, представителю, который работает и живет в Украине, он рассказывал о Мелитополе и о тех днях, которые уже были после начала полномасштабной агрессии против Украины и еще те дни, когда город не был оккупирован российскими войсками. Сварог в интервью рассказывает о том, что в Мелитополе, куда его отправили, мы чуть позже об этом поговорим, почему его туда отправили, он нашел на одном из складов боеприпасы, такие плиты взрывчатки, детонаторы, автоматы Калашникова, гранатомет, два пистолета с глушителями. Он говорит о том, что уже это вооружение находилось на абсолютно разных объектах в Мелитополе. Соответственно, я делаю вывод, что Российская Федерация готовилась с помощью своих партизан на территории Украины к полномасштабной агрессии. Насколько, по вашему мнению, можно назвать эффективной работой украинской спецслужбы по отношению к югу Украины, который сейчас частично захвачен, Киевская область, Черниговская область смогла ли украинская контрразведка эффективно отсекать попытки диверсионно-разведывательных групп российской армии, противника, заходить на территорию Украины еще до 24 февраля? Ну, давайте я дам ответ, наверное, в более широком смысле. Если мы говорим о том, что агентура российская осталась, если мы видим, как городские головы в Харьковской области, в Херсонской области, в Запорийской области, они идут навстречу врагу, когда мы видим, что представители правоохранительной системы идут навстречу врагу, наверное, рано говорить о том, что достаточно эффективно отработала правоохранительная, в том числе, контрразведывательная система Украины. Но мы понимаем, что у нас на протяжении 8 лет практически было тоже десятки и сотни случаев, когда целые группы потенциальных, опять же, агентов, диверсантов в Украине были ликвидированы и приведены, если это были граждане Украины, они были привлечены к ответственности. Поэтому, конечно, да, мы понимаем, что осталось, и Россия очень большие деньги, мы знаем о 5-8 миллиардах долларов, которые Путин и его приближенные личности вкладывали в то, чтобы сформировать в Украине агентуру пророссийскую, и в том числе диверсионную и террористическую агентуру. Частично, конечно, им это удалось, и мы понимаем, что в любом случае это борьба, это противостояние нашей украинских возможностей и российских. Конечно, в этом противостоянии мы не в чистом поле находимся и не имеем стопроцентных возможностей для того, чтобы со стопроцентной эффективностью противостоять. Поэтому, конечно, немножко чего-то осталось, а где-то побольше осталось. Конечно, мы понимаем, где слабые места, после того, как эти подснежники произрастали в наших населенных пунктах. Но мы понимаем, что по сравнению с 2014 годом мы все-таки в 2014 год, Донецкая, Луганская область, автономная республика Крым, здесь практически поголовно или в очень значительной мере львиная часть из государственной системы, и чиновников, и правоохранительной системы, и военной системы переходили на сторону врага и оккупанта. Сейчас это скорее, не то, что скорее исключение, это исключение, это точное исключение, а не правило. И, как правило, как раз все представители, большинство, абсолютное большинство представителей власти правоохранительной системы и военных, они стали на защиту Украины и защищают ее. Конечно, в семье не без урода, мы видим это по Харсонской области, по Харьковской, ну, я уже об этом говорил, конечно. Но это исключение. Давайте мы немножко продолжим эту тему. Вот мой коллега Денис, он вспоминал эту информацию от New York Times, да, действительно, это интервью с Сварогом. И понятно, что вот New York Times пишет, как итог этого материала, о том, что на самом деле силы специальных операций до начала полномасштабного вторжения начали создавать такие структуры. Они их называют не партизанами, они их называют подпольщики, потенциальными подпольщиками, которые обучали, как работать, как диверсионные какие-то определенные вещи делать и так далее, и так далее. И мы видим, что, это я к чему сейчас веду, что действительно на временно оккупированных территориях сейчас продолжают действовать вот такие вот, давайте так, подпольщики, партизаны, по-разному можно их называть. Есть небольшие проблемы, да? Да, у нас связи, вскоре снова свяжемся. Есть, есть с нами, Иван. Все хорошо, я вас слышу, да. Да, да, у нас есть Бердянск, хочу сейчас тоже вспомнить. Ответственность за последние взрывы Бердянске на себя взяла так называемая Бердянская партизанская армия. Это движение, которое сейчас работает тылу оккупированного города. Недавно партизаны записали видеообращение к российским оккупантам. Мы сейчас посмотрим отрывок из этого обращения и продолжим. Каждого оккупанта, вступившего на наши земли, и тех, кто им помогает, ждет суд. Не божий, так наш. Мы несем ответственность за последние взрывные акты и предупреждаем, мы не остановимся только на этом. Не остановимся до тех пор, пока каждый русский не будет под землей. Вы хотите референдума, мы поможем его организации. Бердянск будет свободен. Слава Украине! Иван, ну это вот такая маленькая зарисовка. Мы видели даже, как работают, ну точнее уже видели результаты и Херсонские, в Херсоне как листовки, да, там, которые говорят о том, что готовьтесь, российские оккупанты, мы за вами придем. Придем за каждым. Точно такая же история по Мелитополю мы видим. Ну, про что мы можем говорить, что действительно партизанское движение в Украине. Я, кстати, хочу у вас спросить, те детали, которые вы можете озвучивать. Партизанское движение в Украине, вот по мнению Нью-Йорк Таймса, оно начало формироваться до 24 февраля, буквально там за несколько недель. Так ли это или все-таки оно формировалось намного раньше? Как вы то, что можете озвучить? И если мы говорим о перспективах развития партизанского движения в Украине, особенно там на ближайшие полгода, каким вы видите его? Смотрите, классическое партизанское движение, оно формируется из двух источников. Первый источник – это система, государственная система. Если она понимает, что может быть угроза оккупации тех или иных территорий, она, конечно, заинтересована в том, чтобы создать схроны, создать склады, запасы того вооружения, которое будет достаточным для того, чтобы в партизанском режиме действий можно было уничтожать врага или серьезно создавать ему проблемы. Но мы понимаем, что другой источник партизанского движения – это общество, это украинцы. И здесь именно этот источник на данный момент, он главный. Вот сейчас в Херсонской области более миллиона человек населения жило. В Крыму более двух миллионов. В том мифе, который создан в России для россиян, и тот миф, который они сами уверовали, и Путин уверовал в то, что ему говорили его аналитики так называемые, в том, что там все поддерживают Россию на 90 и более процентов. Вот сейчас они будут очень и уже очень глубоко разочарованы, потому что тысячи и десятки тысяч людей, украинцев, в той или иной мере сейчас стараются найти возможность, как в оккупации, помочь врагу побыстрее или быть ликвидированным, или сделать так, чтобы он убрался с украинской земли. Поэтому мы говорим сейчас с вами об основе партизанского движения, о таком, можно сказать, где-то хребте партизанского движения, когда специально приготовленные люди были готовы к тем, чтобы в тылу врага делать диверсии, уничтожать его логистические возможности, уничтожать его материальную базу, живую силу, понятно, технику. Но вместе с тем сейчас мы видим, и это подтверждается каждым днем украинской обороны, то, что на самом деле не только организованные группы, но и тысячи украинцев на оккупированных территориях сейчас помогают украинской армии. И это такое вот, с одной стороны, разочарование, очень неприятное для россиян, а с другой стороны, это действительность, с которой они вдруг столкнулись, что у них горят склады, что у них где-то перерезаются коммуникации, что они не могут в достаточной быстрой мере там пройти в том или ином месте, потому что двух деревьев падают на дорогу. То есть все эти формы, включительно до индивидуальных форм борьбы, когда бывшие украинские правоохранители, военные, оставшиеся на оккупированных территориях, уничтожают врага в индивидуальном режиме, опять же, на своей земле. Этого будет с каждым днем все больше и больше, и мы понимаем, что они вдруг поймут, что говоря и обманывая один друг друга в том, что в Крыму практически нет проукраинского населения, нет проукраинских настроений, мы видим, как это проукраинское население сейчас активно поддерживает украинских партизан и само становится в ряды украинских партизан. И мы понимаем в этом режиме где-то шуток, где-то намеков о том, почему горят десятками и сотнями сейчас российские склады, почему уничтожаются российские коммуникации или то там, то там воспламеняется техника и уничтожаются какие-то отдельные гауляйтеры на отдельных территориях, то мы понимаем, что это уже нация, украинская нация работает на оккупированных территориях. Это движение будет расширяться, и мы видим сейчас активизацию в связи с тем, что Россия перешла к оборонительной войне практически только на отдельных участках фронта, продолжая наступательные операции, но не имея сейчас абсолютно подавляющего преимущества ни в средствах артиллерии, ни в боеприпасах. И с каждым днем украинского сопротивления, с каждым днем, чем ближе будет, например, Херсонской области российская группировка на правом берегу Днепра, чем ближе она будет понимать, что ей нужно оттуда как-то убегать. И мы понимаем, что партизанское движение и в Крыму, и на остальной территории Херсонской области, на левом берегу Днепра и в Запорожской области все более будет активизироваться. Россиянам очень бы хотелось, чтобы это были исключения какие-то профессиональные. А на самом деле это не исключения профессиональные, это сейчас тысячи и десятки тысяч украинцев будут в любой мере противостоять и помогать россиянам убегать из украинской земли. Вот как раз и мы видим в подтверждениях, я сейчас добавлю несколько фактов, то, о чем мы на самом деле и вы, Иван, знаете. Украинские партизаны, вероятно, нацелились на ликвидацию российских оккупационных чиновников и коллаборационистов, чтобы сорвать проведение псевдо-референдумов. Об этом сообщают в Американском институте изучения войны. Напоминаю, так, например, в Мелитополе партизаны обстреляли главу местного избирательного штаба партии «Единая Россия», а в оккупированном Старобельске Луганской области партизаны взорвали заминированный автомобиль, не назван начальником РЭО. Ну, Американский институт изучения войны, информацию мы часто используем, да, от этой институции, и карту войны мы используем, потому что она динамичная, и каждый день мы видим изменения. Но про псевдо-референдумы, кстати, это я к зрителям обращаюсь, мы сегодня еще будем говорить. Как вы думаете, ну, я думаю, что все-таки главная цель не сорвать проведение псевдо-референдума, а все-таки какая главная цель ликвидации российских оккупационных чиновников и коллаборационистов со стороны украинских партизанов? Мы понимаем, что это коллективная психология, опять же. Это то, что через индивидуальные ощущения, через то, что они видят, что уничтожение их становится реальностью, оно, в конце концов, поймет каждый, да, каждый из россиян, что им некуда бежать, и у них один выход. Или убегать сейчас, или рисковать попасть в лучшем случае в украинский плен, а в худшем для них, непонятно какой случай, лучший или худший, да, быть ликвидированным в украинской земле. Поэтому мы понимаем, что вот эти все акты и акции, они показывают каждому, что он может быть следующим. И просто они могут гадать на такой рулетке, какая у него очередь все-таки третьим там, или тринадцатым быть среди ликвидированных российских приспешников и посипак, да, как в Украине говорят. Поэтому это скорее психологическое ощущение, это вот такое, знаете, психологическое ощущение каждого, что его ждет завтра, и что нужно сделать сегодня. Мы видим, как сейчас российский генералитет, российские военнослужащие, те, которые могут себе это позволить, конечно, это из высшего руководства, стараются уйти подальше от войны. Как они переводят командные пункты, переводят своих привезенных в Украину уже жен, детей, переводят в безопасные места, а лучше в Россию. И как они сами убегают подальше от линии фронта, лучше на глубину, там, более трехсот километров, чтобы не достали никакие средства, даже вот сейчас те средства, которые могут нам дать западные наши партнеры, которые есть в Украине. Мы понимаем, что это со временем и очень быстро, это будет недолгий период времени, это понимание будет появляться сначала у средних офицеров, младших офицеров, а потом сержантского и солдатского состава. И где-то с каждым ликвидированным российским наемником в Украине, из украинских и коллаборационистом, из украинских бывших там чиновников или теперешних искателей хорошей жизни, мы понимаем, что эти процессы будут катализироваться, ускоряться и в конце концов они будут массово в панике принимать решения. Просто где-то спусковой крючок еще не спущен. И, конечно, партизаны, украинские партизаны, украинские подпольщики, они активизируются с успехами и будут активизироваться с успехами советского, не советского как раз, смотрю, советское оружие, да, постсоветского, украинского вот этого вот общества и украинской армии, которая сейчас пользуется лучшими образцами западного вооружения. Добавим также, что украинские партизаны на временно неподконтрольных территориях Украины, они используют, можно сказать, да, два метода партизанского действия. Первый метод – это насильственный метод, если так можно сказать, к примеру, подрывы коллаборантов Олег Шостак, если правильно говорю, ударение может подтвердить, или Шостак, наверное, так, вот подобные действия украинских партизан. Второй вид партизанской деятельности – это ненасильственный, «Желтая лента», «Желтая стричка», вот такая акция, которая происходит на временно неподконтрольных территориях Луганской области, Донецкой области, Харьковской области, Запорожской, Херсонской, тех областях, которые временно неподконтрольны украинским властям. В это же время, так, к слову, к тому, что вы говорили, в это же время, несмотря на... Но в том числе ненасильственные способы. В том числе ненасильственные способы, они помогают понять о том, что от ненасильственных способов общество будет переходить все более крадикальным способом. И здесь вряд ли стоит ожидать, что это будет как в революции, что будут что-то останавливать. Конечно, война — это уничтожение врага. И, конечно, в первую очередь каждый мужчина, находящийся, каждый украинец, находящийся на оккупированной территории, он будет мыслить и думать, как уничтожить врага, как сделать так, чтобы он убежал. А женщины и дети, оставшиеся там, поддерживая своих мужьев, конечно, они будут использовать свои способы, это будет, возможно, ненасильственные эти желтые стрички и остальные вещи, которые могут позволить им остаться более в безопасности себя чувствовать, использовать такие способы. Конечно, конечно, не наружить себя на опасность. Тут проблема в том, что, Иван, на временно непоконтрольной территории Запорожской области, Херсонской области, Россия отправляет учителей, директоров школ. Не единожды делали украинские средства массовой информации и российские средства массовой информации не подвластны Кремлю. Материалы о них там абсолютно с разных регионов просто предлагают баснословные деньги для учебы детей, проживающих там на территории группировки ЛНР, группировки ДНР, временно непоконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей. Наши зрители, часть из них, проживают на территории Российской Федерации. Возможно, среди их знакомых есть те люди, которые поедут учить детей на временно неподконтрольной территории Херсонской области, к примеру. Вы знаете, партизанские действия, они иногда не имеют ограниченного действия в плане того, что происходит взрыв автомобиля, возможно, кого-то из приехавших на территорию Херсонской области учителей российских зацепит. Вот сейчас просто у нас возможно сделать месседж, да? Мы делаем неправильно, скорее всего, от имени партизан. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы этот месседж озвучили. Я не уверен, что достаточно неразумное и зазомбированное российское общество готово будет сейчас полностью принять этот месседж, но, возможно, оно задумается над тем, что война – это в том числе идеология, это в том числе пропаганда. И сюда едут не учителя, которые будут учить детей добру, правде, честности, каким-то ценностям, потому что ценности у нас есть свои, украинские национальные ценности. А на самом деле сюда едут пропагандисты, которые, возможно, делают больше зла, чем армия. А вот для украинского общества это еще один месседж. Мы все изучали историю. И помним эти лекалы советской истории, когда, как это так, на западе Украины, оказывается, где-то там убивали учителей, приехавших туда поднимать неразумных украинцев и учить их, как правильно нужно дать советских учителей. Так вот, это убивали пропагандистов, агитаторов. И мы понимаем, что каждого учителя так называемого, а это в скобках точно учитель, это точно в скобках, потому что это едет особь, которая готова нести убийственные идеалы и античеловеческие, тоталитарные, циничные идеалы русского мира. Поэтому каждого учителя или другую личность, которая будет приезжать в Украину и рассказывать, как украинцам нужно жить, здесь ждет очень и очень нехорошее будущее и короткое главное будущее. Его участь или лечь в украинскую землю трупом, или быстренько смотаться отсюда, не солоно хлебавши. Поэтому, конечно, а украинцы, они опять же поймут историю вызвольных наших змагань, освободительных наших... Воин, да, борьбы освободительных. Воин после Второй мировой войны, и они поймут, за что боролась и украинская повстанческая армия против Российской империи в те времена. И какое зло несли тогда российские вот эти эмиссары, набранные где-то в российском Нечерноземье и в других городах, приезжая в украинские села и неся сюда советскую тоталитарную идеологию. Иван, спасибо вам огромное. Я всегда рада вашему участию в нашем марафоне «Фридом». Я напомню, Иван Варченко был с нами на связи, украинский эксперт по вопросам безопасности. И напомним, что спасибо вам, как будут развиваться события дальнейшие на фронте, как будут строиться отношения между Украиной, Россией и Западом. Смотрите только самое главное на нашем новом YouTube-канале «Фридом. Главные новости». Обязательно подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok